Сегодня корреспонденты телевизионного агентства Урала в продолжении вчерашней истории о задержании подозреваемого в вымогательстве сотрудника уголовного розыска городского УВД капитана милиции Журавлева имели краткое, но продуктивное общение с человеком, у которого этот самый задержанный милиционер, как предполагает следствие, вымогал 12 тысяч долларов. Вот он, этот самый пострадавший. Начальник службы экономической безопасности и коммерческий директор одного торгового предприятия. Зовут Андрей. Прочую информацию, фамилию, название фирмы, где этот человек работает, не расскажем, хотя и знаем. Но сами же понимаете, если вдруг что, греха не оберешься. Конечно, мы понимаем, и сам он понимает, если кто захочет, то вычислит его легко. Но чтобы так сразу не было написано адрес, телефон, анкетные и прочие данные, ограничимся именем. Тем более, гораздо важнее в данном случае то, что рассказал Андрей. Тут вам и чеченские террористы, и стрельба по окнам его квартиры, и бороды мачо с острова Свободы. За неделю до наступления Нового года ко мне позвонил неизвестный, представился именем Вахид Ваха, и сказал, что мне ему заказали, что ему меня заказали, и что он ко мне перезвонит вечером, через два дня, и сообщит время, и готов со мной обсудить эту проблему. Позже были еще звонки. Ваха обрывал оба домашних телефона Андрея, звонил в три часа ночи, но, наткнувшись на автоответчики, молчал. Примерно в 3.05 прозвучал выстрел, я услышал звук выстрела, и звук разбивающегося стекла. Я проверил окно, и увидел разбитое окно в своей комнате, где я предварительно оставил свет спальный. К счастью, при выстреле никто не пострадал, хотя при этом находились мои друзья, было три человека в этой комнате, они спали мирно, и вот так вот проснулись они от такого сюрприза. Утром стрелок оказался более разговорчивым и уже пообщался с автоответчиком. Он сказал, что напрасно ты от меня прячешься, что звонит Ваха, что не стоит от меня прятаться, Андрей. А с того момента телефон уже стоял на соответствующем контроле, все это регистрировалось, и уже было обращение в соответствующие органы. В конце концов, так называемый Ваха все-таки поговорил с Андреем и предложил ему конкретную сделку. Он мне сообщил следующее, что меня заказали якобы мои конкуренты по бизнесу за 10 тысяч долларов. И он мне предлагает перекупить у него заказ за 12 тысяч долларов. На что я ему сказал, чтобы собрать такие значительные суммы, мне необходимо подготовиться, где-то занять денег, что все деньги находятся в данный момент у предприятия в товаре. И мне в данный момент до Нового года с ним бесполезно разговаривать на экономические темы. Мы перенесли с ним разговор, он позвонил в следующий раз, все звонки тоже зарегистрировались, человек был установлен. Андрей, в силу профессиональных обязанностей и полученного образования, имеющий некоторый юридический опыт, был, говорит, уверен, что это все-таки не наемный убийца, даже несмотря на выстрел. Потому что человек допускал ряд оплошностей, которые, к сожалению, в интересах следствия я не могу раскрывать, которые еще дополнительно меня в этом убедили. Следствие в отношении милиционера Журавлева ведет областная прокуратура. Дело возбуждено по статье 163 Уголовного кодекса. Вымогательство. Вот эта вот борода, которую, видите, видят мои знакомые, она мне не свойственна. Я просто взял опыт Фиделя Кастро, кубинского президента, который до окончания войны с империализмом решил эту бороду свою не забревать. Так вот, пока я эту гадость не додавлю, то я не побреюсь. Так вот, пока.